Джеи Дрэгон – лидер и участник известной группы Биг Бен, успешный сольный исполнитель и настоящий король корейской поп-музыки. Сегодня мы расскажем, как же живет и сколько зарабатывает Джи Дрэгон. Лидер Биг Бен – автор почти 200 песен, что позволяет ему зарабатывать на них около 700 тысяч долларов ежегодно. Он становится лицом рекламных компаний Nike, Hyundai, Airbnb и уже многие годы является амбассадором известного модного дома Шанель. Кроме того, он получает прибыль от своего собственного бренда Peace Minus One от продаж сольных и групповых альбомов, даже несмотря на то, что группа долгое время была неактивна. Чистая стоимость его активов в 2021 году составила более 30 миллионов долларов. Большинство своих миллионов Джи Дрэгон предпочитает или жертвовать на благотворительность, или вкладывать в недвижимость. В 2020 году он приобрел роскошный пентхаус в одном из дорогих районов Сеула. Его примерная стоимость – 7,5 миллионов долларов. Помимо этого, ему принадлежат два здания за более чем 8 миллионов долларов каждое. Певца можно часто заметить за рулем роскошного ламборгини, цена которого не ниже 400 тысяч долларов. Личная жизнь Джи Дрэгона полна слухов и неподтвержденных фактов. За его многолетнюю карьеру в прессе постоянно появлялись новости о новой девушке-артиста. В 2008 году многие фанаты заметили его химию Сохи из Wonder Girls, так как айдолы часто выступали вместе или появлялись в похожей одежде на публике. Через год певца заметили в компании японской певицы и модели Кика Мидзухары на прогулке в Париже. Подозревали его и в романтических отношениях с Тэйон из Girls' Generation, известной японской актрисой Наной Каматсу, Солли из FX, Гухарой из Кара, Джу Йон из After School и другими. Однако официально их отношения подтверждены не были. Более того, такие новости только рассмешили лидера Биг Бен, так как большинство этих девушек являются его близкими подругами. В феврале прошлого года онлайн-агентство Dispatch объявило, что Дженни из Blackpink и G-Dragon встречаются. Это стало огромной неожиданностью, так как их отношения всегда напоминали дружбу наставника и ученицы. Еще до своего дебюта в Blackpink Дженни снялась в клипе айдола и спела с ним в дуэте. Хотя они из одной компании и девушку часто замечали возле дома знаменитости, многие фанаты не верят в их отношения, а считают, что Dispatch распространяет ложную информацию, лишь бы привлечь внимание. YG Entertainment так и не подтвердила их отношения, поэтому верить в это или нет каждый должен решить сам. Хотя многие считают, что сценический псевдоним G-Dragon был выбран случайно, на самом деле он происходит от его настоящего имени – Квон-Джи Йон. Первый слог «Джи» совпадает с английской буквой «Джи», а последний «Йон» в переводе с корейского означает «дракон». Кроме того, айдол родился в год дракона по китайскому гороскопу. Соединив «Джи» и «Дрэгон», получилось «Джи Дрэгон», имя, под которым артист выступает уже более 20 лет. Образ уверенного и харизматичного исполнителя кардинально отличается от того, какой Джи Йон на самом деле. Как мемберы его группы, так и друзья из индустрии подтвердили, что он довольно скромный и закрытый человек в обычной жизни. Сам G-Dragon как-то сказал, что создал такое альтер-эго, чтобы скрывать от публики настоящего себя, но со временем он все же решил потихоньку открываться своим фанатам. До того, как стать певцом, Джи Дрэгон мечтал о карьере модного дизайнера. И хотя основной сферой его деятельности всегда была музыка, он активно пробует себя и в модной индустрии. Он основатель своего собственного бренда одежды, частый гость модных показов и амбассадор известных брендов. Во время активного продвижения с Биг Бен, многие подростки равнялись на стиль Джи Дрэгона. Будь то его новая прическа или какой-то аксессуар, это сразу же становилось трендом. Например, легендарные треугольные шарфы Биг Бен, которые часто носили участники, можно было найти в гардеробе каждого фаната группы. Музыка – это не единственный вид искусства, через который айдол может самовыражаться. Он интересуется живописью, рисует свои собственные картины и организовывает выставки. На одном из последних мероприятий, проведенном в 2019 году, певец представил серию работ под названием «Цветочная дорога». Многие айдолы делают щедрые пожертвования на благотворительность, и Джи Дрэгон – не исключение. Каждый год на свой день рождения он помогает детям, которые лишились родителей, людям, страдающим от болезней и одиноким пожилым. Будучи достаточно скромным человеком, айдол старается это не афишировать, и информация о пожертвованиях с его стороны появляется в медиа только спустя некоторое время. У фанатов кей-поп также существует прекрасная традиция, согласно которой они собирают и жертвуют деньги от имени любимого артиста. И учитывая огромную армию поклонников лидера Биг Бен, пожертвования его фанатов могут достигать и сотен тысяч долларов. Питомцы знаменитостей нередко становятся звездами и любимцами публики. То же самое случилось и с Гахо и Джоли – двумя шарпеями Джи Дрэгона, которых он приютил еще несколько лет назад. Их часто можно было увидеть вместе, так как артист даже брал их на некоторые мероприятия. Однако со временем график лидера всемирно известной группы был настолько заполненным, что у него просто не оставалось времени на игры с Гахо и Джоли. Поэтому он решил отправить их в так называемый пансионат для животных, где они смогли бы более свободно передвигаться и играть с сородичами. Однако фанаты, которые посетили это место, заметили, что Джоли и Гахо выглядят очень грустными и неухоженными. У них даже не были подрезаны когти, а это базовый уход за животными. В социальных сетях тут же появились тысячи постов от очевидцев, которые надеялись привлечь внимание певца к этой проблеме. Но, как бы они ни старались, никаких официальных заявлений ни от артиста, ни от его агентства получено не было. Когда стало известно, что у Джи Дрэгона появилась кошка, многие начали обвинять его в том, что он совсем забыл своих собак, бросив их от них без ухода и заботы. Как бы там ни было, многие другие поступки Джи Йона показывают, что все-таки он ответственный и сознательный взрослый человек. Как и все мужчины-граждане Южной Кореи, он проходил обязательную военную службу с 2018 по 2019 год. Он служил в пехотном дивизионе и, конечно же, привлек внимание даже там. Многие сослуживцы просили автограф для своих жен или дочерей, а также фотографировались вместе с ним. В день, когда Джи Дрэгон был официально уволен из армии, у выхода воинской базы города Йон-Ин столпилось более трех тысяч фанатов. Каждый из них мечтал поскорее увидеть любимого айдола после долгого перерыва. Хотя татуировки не особо приветствуются в Корее, тело Джи Дрэгона практически полностью ими покрыто. У него более 20 татуировок, каждая из которых имеет свое значение. Например, на трех пальцах его левой руки, вытатуированный смайлик в виде сердца, скорее всего символизирующий любовь, знак доллара, представляющий деньги, и английская буква «Ф», отсылающая нас к слову «Слава» на английском. Есть у него и большие татуировки. На правом боку огромная надпись «Форевер Ян» или «Вечно молодой», на затылке изображение ангела с расправленными крыльями и многие другие. Но давайте вернемся на пару десятилетий назад и узнаем, как же жил Джи Йон до того, как стать знаменитым. Он родился в Сеуле 18 августа 1988 года. Его мама сразу же заметила музыкальный талант мальчика, так как он просто обожал петь и танцевать. Его первый дебют на телевидении случился в 4 года. В 6 лет он исполнил эпизодическую роль в фильме. В 7 стал участником детской группы Little Rura, а в 8 присоединился к небольшому на тот момент агентству SM Entertainment, где на протяжении пяти лет учился танцем. Вскоре он покинул SM, практически отказавшись от карьеры айдола. Но его заметил Ян Хён Сок, генеральный директор YG Entertainment, который убедил его продолжать развиваться в музыкальном направлении. Через 6 лет G-Dragon дебютирует в составе группы Big Ben, которая со временем набирает огромную популярность. Айдолы продвигаются как с группой, так и сольно, покоряя весь мир. Их последний общий камбэк был выпущен в 2018 году, и фанаты все еще ждут их возвращения, которое запланировано на весну 2022 года. Хотя группа пережила множество скандалов и исключение одного из участников, нет никаких сомнений, что новый альбом Big Ben всколыхнет всю кей-поп-индустрию. Вот и все на сегодня. Какие еще интересные факты про G-Dragon вы знаете? Пишите в комментариях.